Приветствую всех на канале Рамз Америка. В сегодняшнем видео я пообщаюсь с человеком, который пересек американскую границу через Мексику. Он поделится с нами своей историей. Имя человека называться не будет по понятной причине. Вам приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Расскажи с самого начала, каков был путь до Мексики и когда прилетаешь в Мексику, куда первым делом ты двигаешься? Так я быстро не смогу рассказать. Ты можешь изначально как? Я не буду говорить причину, почему я оказался здесь, причину, но как бы я это тебе сказал, так ты знаешь. До Мексики я готовился очень долго, очень-очень долго. У меня такие обстоятельства сложились. Вот. И надо было принять решение. Уезжать надо было страны покинуть. Я в течение трех месяцев, вот, день и ночь, день и ночь я читал полностью в телеграм-чатах, в ютубе. Какой-то новый ролик выйдет, кто-то что-то напишет. Я один и тот же вопрос под разными углами задавал людям. В телеграме даже бывало я там каждые два-три дня менял вообще ник свой. Ну и аватар, фотографию профиля менял постоянно. Чтобы люди не говорили, ты достал постоянно одни и те же вопросы задаешь. Почему? Потому что у каждого человека разная информация. Допустим, по одному вопросу он кто-то по-другому этот вопрос знает, кто-то по-другому, ну, там, вопрос задал. У каждого своя правда, свои, своя информация. Поэтому я очень много вопросов задавал постоянно. Я каждый шаг, просто каждый, каждый шаг прям тщательно изучал, чтобы, знаешь, не было. Потому что я все поставил на это. Я знал, что если я уеду, ну, мне назад, обратном пути уже нету реально. Вот. Потому что он все, что у меня было, я все это поставил. Вот. У меня ошибок не должно быть. Если бы, не дай бог, меня отправили буду в Канкуне, либо в Тихуане меня развернули бы, я не знаю, что бы я делал. У меня, ну, ситуация такая была, что мне уже не нужно было возвращаться. Вот. Начну с самого такого банального. Как обычно, этот маршрут, как бы, ну, многие уже знают. С Москвы в Канкун. С Канкуна в Тихуану. В Тихуане покупаешь машину на калифорнийских номерах. Все. И пробуешь проехать так, чтобы тебя не заметили мексиканские таможенники. А потом и американские таможенники. Вот. Ну, вот такой вот маршрут, это все знают. Но препятствий много было. Вот. Нужно было, я везде придумал, ну, создал план А, план Б, план С, везде. Потому что везде меня могли развернуть. Вот. В Канкуне, допустим, меня могли развернуть. Вот. Я также придумал план, как, куда я поеду. Все-все-все составил, написал себе. Типа, как я турист, куда я хочу поехать. Вот. Это первое. Второе. Я с тобой наличку взял 4 тысячи долларов. В случае, если меня, допустим, остановят и захотят просто развернуть, как многих людей прямо в Канкуне разворачивали. Просто без объяснения причин. Все. И летишь обратно. 14 часов почти лететь. Вот. Я много информации собирал. Люди многие, очень много случаев, где можно было подкупить таможенников в Канкуне. Вот. И с деньгами. Поэтому я 4 тысячи долларов все с собой взял. Вот. И еще план С. Наверняка, многих боксеров знаешь. Мексиканских. Канело, Альварес. Там. И многие. Очень-очень много их. Вас, когда находишься? Да. Ну, а я таких действующих. Действующих, короче. Вот. У меня друг близкий. Он занимался боксом. Он как-то давно в Мексике отдыхал. У меня была шляпа такая мексиканская. Вот. И это очень много медалей. Я план С. Типа, если меня не пустят, вдруг все это не проканает или как. Смотря какой офицер будет. Я скажу, я 15 лет занимался боксом. Вот мои медали. Я приезжал сюда. В Гвадалахару. В Мексику. Вот. Боксом занимался. У вас сборы проходил. Типа. Так и так. Вот. Я вот сейчас с семьей. Жена. Двумя детьми. Хочу вот им показать. Мне понравилось. Мексика. Очень. Хочу им показать. Типа. Мексику. Вот. Ну, вот так. Короче. В общем. Если не этот, так то. Не этот, а то. Ну, прокатило бы. Как бы. Вот. Ну, слава Богу. У меня все нормально пустили. Без проблем. До Канкуна долетели. Меня вообще без проблем пустили. Сразу показал я бронь отеля. Сразу советую, чтобы сразу люди брали. Ну, делали. Оплачивали. Есть некоторые не оплачивают. Там можно не оплатить. Забронировать отель. Я делал оплачиваемое. Потому что. И чтобы вас без возврата было. Они увидят. У них уже больше уверенности будет. А, он вот оплатил даже все. Значит, он реально прилетел отдыхать. Все. Вот. Все. Все. Полностью бронь отелей. Все. С переводом. Там. В букинге. Можно нажать. Перевести. Там. На какой язык. А на переводе. Все. 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 Распечатал. Все. Вот это. На цветном принтер. Чтобы. Ну, красивее было. Все. Распечатал. Туда. Обратные билеты. Полностью. Вот. И все. У нас. Посмотрели. Все. Аэропорту. И вообще. Без каких-либо причин. Вопросов. Вообще. Прям четко пустили. Вот. Говорят. Из СНГ. Типа. Не пускают. Там. То. Все. Ребят. Кто в СНГ. Родился. Там. Но. Передо мной. Очень много людей было. Я. Думал. Блин. Есть. Реально. Из СНГ. Не пускают. Там. Кто в СНГ. Родился. Думаю. Этих ребят. Точно. Не пропустят. Нет. Прям. Спокойно. Я. Еще. Одет. Был. Там. Прям. Как турист. Знаешь. Прям. Подготовился. Прям. Рубашка. Такая. С цветочками. Там. Знаешь. Прям. Чисто. Турист. Просто. Прям. Часы. Такие. Взял. Позолочные. Типа. Богат. Ну. Типа. Я. Там. Состоятельно. Просто. А. Там. Ребята. Которые. Вообще. Просто. Спортивка. Блин. Знаешь. Их. Просто. Пускают. Я. Такой. Думал. Ништяк. И. Все. И. Нас. Тоже. Пустили. Спокойно. Я. Прям. Думаю. Ну. Слава. Богу. Одна. Ступень. Пройдена. Вот. Потом. Три. Дня. Где-то. Отдохнули. Мы. Там. И. В. Тихуане. Правда. Нас. Задержали. Я. Уже. Готовил. Деньги. Думал. Все. 4.000. Долларов. В случае. Чего. Я. Отдам. Короче. За. Каждого. Члена. Семьи. Жена. Двое. Детей. По. Тысяче. Долларов. Думал. Отдам. Короче. Сразу. Если. Друг. Что. Но. Нет. Там. Просто. Отвели. Нас. В сторону. Там. Прям. Выборочно. Они. Стояли. Там. Прям. Они. Прям. У них. Там. Это. Мексиканские. Да. Там. Да. 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 Это. Тихуана. Прям. Приграничный район. США. Там. Прям. Человек. Такой. Сидит. Он. Прям. У него. Глаз. Наточен. Прям. Он. Прям. Знает. Кто. Не. Мексиканец. Прям. Оп. Сразу. Бам. Сюда. Бам. Сюда. Короче. И. Нас. Тоже. Туда. Где. Не. Мексиканцы. Обычный. Мексиканцы. Кто. С самолета. Прилетел. Выходит. И. Идут. Все. Получает. Багаж. И. Уезжает. Вот. Ну. Нас. Там. Не знаю. Где-то. Два часа. Мы. Там. Простояли. Вот. Документы. Всех. Проверяли. Там. У нас. Все. В порядке. Было. Еще лет пять назад для многих слов блогер звучало что-то незнакомое и странное. Хотя каждый человек, кто имеет социальную сеть с небольшим количеством подписчиков, уже становится блогер. На сегодняшний день блогеры становятся богатыми и знаменитыми. Интернет позволяет зарабатывать колоссальные деньги и работать на себя. Но в такой жизни нужно прийти через колоссальный труд. Брайб был создан для того, чтобы помочь блогерам и инфлюнсерам продвигать себя на себя. Свои услуги. Наращивая большое количество подписчиков на свои каналы и параллельно зарабатывать вместе с различными брендами. Брайб работает с любых устройств. Начинайте зарабатывать на удаленной и становительной зависимости. Так как вам не нужен офис для того, чтобы зарабатывать на Брайб. Брайб развивается с каждым днем. И на сегодняшний день он насчитывает около ста тысяч зарегистрированных пользователей. Новая платформа фринанс-услуг, где вы можете продавать свои знания и навыки, предлагая клиентам свои услуги и получать стопроцентную оплату. О которой вы договариваетесь. Не ждите, начинайте зарабатывать уже сегодня. Ссылка в описании. Вот. И все. Потом нас через где-то два часа все. Потом документы наши тоже дали. И все. И все. Мы поехали оттуда на такси. Вот. Ну уже Uber туда не подъезжает. Лучше сразу договориться с этими таксистами. С торговаться. Они тут очень дорого берут. Лучше торговаться. Мне вообще говорили 8 с чем-то долларов. Я договорился за 45 что ли, 47 долларов. Я ему дал и все. Вот. Uber туда вообще не подъезжает в аэропорт. Так что никто не знает. А там их не пускают в аэропорт или как? Почему они? Сам Uber не ловит. Почему-то не знаю. Так сделали что ли? Не знаю. Почему просто не ловит там. Вот. Ну и все. Мы приехали в отель. Вот. Выспались. Все. Ну Тихуана такой. Город лучше. Опасно, да? Днем, да. Днем лучше передвигаться. Потому что ночью там прямо в отеле сидишь. Слышно прям только так слышно. То лев, то сирены, скорой помощи, то полиция, то скорой помощи. Даже бывал в случае перестрелка была. Там где-то, может, не знаю, километров два от нас где-то. Ну прям слышно были выстрелы. Тишина такая была. Вот. Ну и частенько там ребятами я списывался. Кто там тоже в Тихуане. Они прям тоже много историй рассказывали. Лучше днем там передвигаться. Двое-трое людей. И на такси лучше. Я даже на завтра, как проснулся, на завтра думал пойти все деньги снять. Вот. Снять все деньги. И этот уже нам машину купить, чтобы там. Вот. А вот как... Насколько сложно там найти машину? Как ты нашел машину? Не сложно. Там в чатах в основном. Телеграм-чатах. Очень много телеграм-чатов. Вот. Там много ребят. Каждый друг другу помогает. Я также нашел ребят. Вот. Списался с ребятами. Ищу машину там. Написал. Ребята написали. Да, тоже ищу машину. Я сказал, я с семьей. Он говорит, я тоже с семьей. Один ребенок. Семейная пара. Муж и жена. Они с Москвы были. Кстати, они сейчас в Майами. Потом еще с одной парой списался. Там просто муж и жена. Они с Украины были. Они тоже, кстати, в Майами. Собирались. Вот. Мы с ними списались. Но там каждый так, знаешь, скрыто. Все так скрыто. Там, знаешь, общаются. Никто в своей локации не говорит бояться. Вот. Я вышел с отеля. Ну, вся там на парковке отеля. Вот. И с мужиком одним общаюсь. Я говорю, слушай, машину ищу. Он говорит, да, я тоже ищу. Вот. Я говорю, ну давай я тоже ищу. Он говорит, ну я с одним списался. Говорит, я с кем. Он смотрю, мою переписку показывает. А, да? Говорит, слушай, это я, кстати. Ты че, вы тоже в этом отеле? Он говорит, да. Да еще один человек там писал. Там, я говорю, давай. Еще тот же человек тоже в этом же отеле. Да. В этом все в одном отеле. И все. 100 долларов дали таксисту. Там в телеграммах тоже пишут, короче, номера таксистов. Вот. Можно поспрашивать. Каждый раз меняются разные. Сейчас не знаю, кто там, какие таксисты. Вот. 100 долларов ему дали. Вот. И все. И он нас возил по вторымкам чисто машину искать. Вот. И мы нашли машину одну. Дочь караван серепристую. Что-то душа не лежала, но она 2000 долларов стоила. Ну, говорю, давайте, что, ребят, пофиг, купим ее. Ну, она не 2000 долларов, ну, на троих разделить, говорю. Ну, 690 долларов, в общем, получится. Давайте, думаю, просто для практики, даже если развернут, пофиг, не жалко машину. В следующий раз уже получше машину купим. Уже будет опыт, по какой полосе что. Да, давайте, давайте. Все-то купили. Дочь караван универсал такой серебристый. Визуально он нормально был. Не ушатанный. Но ходовка там, масло текло, там все. Главное, чтобы не кипел движок. Нормально было, все проверили. Вот. Там главное, чтобы машина внешне хорошо выглядела. Внешне. Мы еще ее взяли, затонировали. Боковые не тонировали, зад все затонировали. Потому что нас много было, не нужно было, чтобы всех видели. Вот. Фары отполировали, желтые были от солнца. Мы прям их отполировали, они там 100 долларов дали. Все, они сделали и мойку, и фары отполировали. Тонировку. Да, и все, машина более-менее хорошая, визуальный вид. Все. И мы решили в этот же вечер, говорит, стартануть. Поехать. Все, решили, поговорили. Все, давайте, давайте. В чатах смотрим, там, в чатах пишут. Да, мы там-то, там-то. На Сан-Исидор вот проехала машина, там. Так-то, так-то. Ну, Сан-Исидор это пропускной пункт. Все друг друга предупреждали, да, в общем? Ну, в чатах, да. Пишут, когда как. Вот. В основном пишут, да, вот такая машина проехала. Допустим, мои знакомые кто-то проехал. Они написали, все, мы проехали, давай, там, так-так-так. Я уже знаю, там, я говорю, там, так-так, вот такие ребята к нам проехали. Вот. И мы, короче, решили все, вечером тоже ехать, когда поток такой пробки, думали, может, этот. Ну. И давай, решили, только с отеля выезжаем. И там просто огромная пробка в ту сторону. И прям, ну, не знаю, там, метров 10, 10 минут, короче, приезжаешь. Нереальная пробка была. И, короче, решили, давайте, может, ну, отложим. Мало ли, что-то с машиной случится, она прям прикипит. Давайте не будем рисковать, пофиг, давайте назад, давай. Вот. А машины в основном продаются поношенные, да, очень старые, которые там, которые не жалко бросить, да, в основном, такие машины? Нет, не то, что не жалко, вот, нет, вот даже вот такие Chevrolet Tahoe. Хорошие, да? Да, смотря как, ну, смотря какой у тебя карман. Некоторые ребята брали вообще, вот у нас в отеле ребята семейные, ну, парень с девушкой были, и они Volkswagen Jet убрали прям 2013 или 2014 года. Она прям в идеальном состоянии была. Я увидел эту машину у нас в отеле, на парковке. Я такой думаю, блин, вот они красавцы вообще. Классная машина. Я думаю, сразу же, с первого раза, я думаю, без сомнений, они думал, проедут. Она прям хорошая была, в идеальном состоянии. Представляешь, их развернули просто. Их развернули, они поехали машину, продали. А, да? За пять с половиной купили, за три с половиной продали ее, короче, что-то другое купили. Не знаю дальше их судьбу. Вот. Ну, мы, короче, решили это купить. Все, купили ее нормально. Нормально, и пробка была, и решили оставить это на потом. Давайте теперь на завтра. Завтра еще разведку сделаем, и уже будем проезжать. Я так понимаю, без машины никак не проедешь, да? То есть обязательно человек должен купить машину. Да, 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 вот, потому что без машины, там, я не знаю, я слышал, как-то добираются, там, мексиканцы, мексиканцам там деньги дают, там, как-то где-то там они добираются, ну, какие-то туннели, что-то есть такое, и потом выходят, сдают, я не знаю, это, я не знаю, я даже и не рисковал это пробовать, потому что я с семьей, мне это не надо было, не нужно было. Вот, и ты не знаешь, как тебя примут, как, что с тобой будет, вот, от этого тоже зависит, как ты заедешь. Главное, нормально, спокойно заехал, тебя нормально примут, отпустят там все. Вот. Ну, и мы решили, короче, отложить на завтра, и ночью приехали обратно, все, в отеле, все уснули, вымотались, шумоданами, знаешь, туда-сюда все, вот. У меня дети маленькие, они, короче, в 4 утра ребенок проснулся, даже в полчетвертого утра, вот, я тоже что-то, там вообще не спишь, все время на нервах, там, знаешь, там, ну. И ты живаешь, да? Да, да, вот. И смотрю, сразу заходишь в чаты, там все время я в чатах, все время ты в чатах сидишь. Вот. Я захожу в чат, читаю, вроде там, от АМС, еще в корпусной пункте, а есть АМС, там, если тебя останавливают, вот, там твои машины не отбирают, потому что мексиканских таможенников там, ну, очень редко бывает, может, даже и не бывает, не знаю, 100%. Вот. Мы решили там попросить, потому что ребята там писали, там, вот, три машины проехал. И, короче, думаю, пишу этим ребятам, обужу их, давайте, короче, поедем на АТАМС, все, давайте, что. Вот, ребята проехали уже, давайте. Может, коридор какой-то открыт, и все, и ладно. Решились, все быстро скооперировались, стартанули на АТАМС. Там прям нас офицер сразу, издалека уже показывает. Да, возвращайтесь, да? Да, вы прям подъезжаешь, когда такой мандраж, да, знаешь. А вот, кстати, хорошо, что ты сказал, а вот как ты себя, как себя нужно вести, чтобы тебя, ну, когда ты едешь, чтобы полицейский ничего не заподозрил, как ты должен стоить? Более естественно. Просто, да, просто вообще улыбаться, знаешь, вот мы сейчас с тобой как едем, мы ни о чем не переживаем. Прямо вот так вот, даже общаться, музыку слушать. Мы вообще пиццу купили там, еще поели все пиццу, пиццу поставили на панель здесь, что вы знаете, чтобы типа создать... Для антуража, да? Да, создать впечатление, что мы типа у людей... С отдыха, да? Да, с отдыха, там все с отпуска едут, ну, туда ездят. Вот типа мы отдыхать ездили там. Ну, и у нас не получилось, у нас развернули обратно. Офицер уже сразу, как-то, знаешь, начал, попросил ID. ID у нас след в ничем. Просто сказал, давай, разворачивайтесь. И мы задним ходом, задним ходом потом развернулись, кое-как уехали оттуда. Оттуда сразу с хода мы поехали на Сан-Исидро. Ну, заехали сначала, покушали там, магазин кое-что купили себе по мелочи. Вот, покушали. Вот, и все, и опять в путь. Где-то время уже было 10-11 утра. Нет, наоборот, 9-полдесятого, вот так. Вот. И мы едем. И вот уже прям чувствуем уже, ну, пропок нет, все. Но смотрим, бензина у нас мало очень. У нас же бак загорелся, пока вот удастся. И мы уже думаем, блин, заправиться или нет. Там такой волнительный момент был, мы не знали. А машина много бензина ела. Блин, и думаем, сейчас сколько еще до туда нам ехать. Вот. А мы уже, вот в сторону границы уже есть. Там уже одна полоса, все назад, не развернуться. Блин, местные продавцы там недалеко от этого у нас стоят. Мы им говорим, есть бензин, давайте этот, ну, там пока по мосту едешь, там продавцы стоят. Говорим, давай, может, бензин у вас есть. Они говорят, да, есть, мы можем вам привезти, но вот за сто с чем-то долларов, короче. Литров 10-15. Мы говорим, ладно, короче, давай. А там спуск, короче. Потом, говорим, давай, может, докатимся на спуске. И все, реально, вот, катились, катились на нейтралке. Вот. Главное, чтобы прям заехать туда. Да, там пофиг, бензин кончится, хоть че, вообще пофиг на машину. И ехали. Вот, потом смотрим уже издалека вот так, когда спускаешься, и там уже видно, там, знаешь, полосы, полосы, полосы. Так. Две полосы, потом посередине там пространство такое, там продавцы так, там все такое, кукурузу продают. Ну, опять две полосы, потом посередине опять такое свободное место. И все, и мы решили по левой, крайне левой. Смотрим, там быстро прям проезжает, и офицеров нету. Вот. И мы прям по этой полосе налево сразу. А потом смотрим, блин, офицер подошел, короче. Ну, видно, он свеженький такой, он прям уже бдительный. Потом я говорю, ребят, давайте за руль посадили ту парочку, которая с Москвы. Вот, муж с женой. Потому что, ну, знаешь, меня увидят, ну, вот мексиканец, там, знаешь, там, ну, я сразу на глаза брошусь. А они более светлые такие, знаешь, ну, они славяне. Как бы, ну, более, больше на американцев похожи были, они прям, знаешь. Вот. И все, и они были за рулем. Вот. Я ему дал еще полис ОМС, ну, полис, российский полис. Вот. А он более, этот, похож на ID. Тоже синий такой с фотографией. Вот. Я ему дал, надо, говорю, просто верти в руках. Типа это ID. Вот. И все, и мы прям приближаемся. Смотрим, туда уже подъехала. Я говорю, давай на эту полосу. На третью или четвертую сюда. Пока расстояние большое. Давай. Чтобы они не спалили нас как-то. Эта полоса, говорю, более-менее тоже быстрее идет уже. Там тоже, короче, офицер стоит. И все, и мы приближаемся, прям уже приближаемся, приближаемся. Знаешь, такой мандраж, мандраж у нас. Вот. Но нам повезло. Офицер такой, знаешь, прям, он шутит там с продавцами, там что-то общается. Мне кажется, он мексиканцем был. Ну, точно на американцы не похож он был. Такой шутит туда-сюда, резкий, резвый такой, знаешь, ходит туда-сюда. На машины даже вообще не смотрит, вообще. Там вообще, пока перед нами сколько машин. Были даже машины убитые, прям пикапы, знаешь, такие развалюхи. Он даже их не останавливал, не смотрел, блин, думаю, хоть бы прям, ну, нас тоже так же пропустил. И все, и мы все, кто сзади, все прям вот так, знаешь, на сидушке ложимся, чтобы прям за эти, за задние сидушки, чтобы он прячется, чтобы, ну, не заметил нас. Вот. И все, и мы с женой, они прям сидят. Девушка еще сидушка чуть-то откинула, типа, она спидвачка. Он едет такой, он с моим этим полисом вот так, короче, крутит в руках. Он прям посмотрел на нас вот такие, даже ничего не обращал, даже никакого внимания больше. И просто мы прям едем, и я просто глаза закрыл, прям, знаешь, такой прям мандраж по телу. Это чувство, не знаю, ни с чем не сравнить. И мы прям чувствуем передний колес, потом задний колес по этим пупырышкам желтым, прям, знаешь. Я прям, как почувствовал вот эту вибрацию от пупырышек, прям, когда проезжаешь, там машина вибрирует. Все, у нас всех эмоций непередаваемые. Просто все как заорали, ну, на эмоциях, знаешь. Там дальше уже КПП. Типа, окошко, подходишь, поджечь документы, даешь, проверяют полностью тебя. Вот. И все, мы едем, уже через метров 30-35 уже там, вот, окошко, надо уже документы дать, там, показать. И все, мы все паспорта даем переднему водителю. Вот, он все просто паспорта берет, говорит, это заветная фраза заветную, все ее знают. Вот. Просит в убежище. И, короче, они все говорят, заглушите машину. Вот. Ну, он такой тоже на эмоциях был, офицер, который принял паспорта, там, вот такая пачка паспортов была. Ну, да, он чуть офигел. Ну, и все, мы отдали документы, вот такой на эмоциях. Что-то на английском, видимо, ругался, ругал того, кто нас пропустил, ну, нас не заметил, так сказать. Вот. А он тоже приходит, улыбается, ну, там, когда подъезжаешь, уже двери все открывают, они просят от тебя открыть двери, заглушить машину, ключи им отдать. Вот, отдаешь, и все, сидишь в машине. И они говорят, вот, откройте двери, все, и сидишь вот так, они смотрят. И он подходит, они ему, тело, типа, ему замечание, ты че, как так мог их пропустить, смотри, сколько людей проехали. Он подходит еще с детьми там, играет, заигрывает, знаешь, шутит такой на веселе. Вот, видимо, ему пофиг, кто, что нас пропустил. Вот, ну, и все, и потом там пару минут подождали. Еще один офицер пришел, вот, и мы за ним преследовали, ключи нам дали от машины, паспорта ему отдали, этому человеку. И он просто шел, мы за ним ехали, просто медленно, медленно. Там ангар, под ангаром уже останавливаешься полностью, каждого проверяют, обыскивают женщины, женщины, обыскивают мужчин, мужчины. Вот это мне очень нравится, ну, в этом плане. Вот, полностью нас обыскали, прям, как в фильмах американских. Вот, и все, и мы там где-то стояли, где-то 4 часа, пока каждого там отпечатки снимут, сфотографируют тебя там, пока каждого заполнят. Ну, очень долго еще, до нас еще несколько, 3-4 машин проехало. Ребята с Белоруссии были, с России, их тоже пока оформляли, ну, на все про все где-то 4-4,5 часа у нас ушло, там стояли. И все, и потом нас, все, короче, багаж, не багаж нам дали, сказали, проследуйте за нами. Мы уже пошли с ними, уже зашли в помещение, опять, прям, полностью тщательно еще раз проверили, прям, грубо, я, ну, прям, знаешь, прям, все-все проверил. Чуть ли не до трусов, прям щупали, все, знаешь, вот. Ремни сняли, я специально одел джинсы такие, что без ремней, знаешь, ну, и обувь, что без шнурков была обувь, вот. Вот, капюшонка, чтобы потеплее, уже знал, что там прохлада будет. И все, и женщин отдельно, мою жену с детьми отдельно, вот. С детьми, и у них хорошие условия, у них матрасы помягче, там, памперсы детям, все-все-все, прям, все хорошо, прям, полностью обеспечивают, что нужно. Даже лекарства, кто чем болен, пишет, какие лекарства нужны, тебе лекарства приносят просто. Я в шоке был. Да? Да, вот, и все, я зажинулся с детьми спокойно, то, что они там, ну, нормально, местом. Нас к мужчинам завели, там еще комната была, там камера женщины, чисто без детей, кто без детей. Ну, у них почти так же, как и у нас условия были. И все, нам дали, типа, матрас-то, вот такая толщина, ну, как тренируются, йога, не йога занимаешься, когда резиновый такой вот. Вот такой матрас, просто. И фольга, обычная фольга, типа, укрываться фольгой. Ну, за это спасибо. Фольгой укрываются, да? Да, типа, тепло тело сохраняется. Вот, и все, и я так провел там сутки, вот. Кстати, очень, я думаю, быстро прилетит, ну, время там. Кстати, сутки там прошли, как, не знаю, как неделя одна. Голые стены, четыре стены вокруг. У нас в камере было 24-25 человек, потом еще привезли. 27 человек, в общем, у нас было в камере, короче. И все прямо вот так, прям, если в туалет захочешь, тебе прямо неудобно будет ходить по земле, потому что можешь по людям ходить. Ну, даже негде было просто ногу поставить. Некоторые ребята были там, которые 10 дней сидели в камере. Некоторые были там 3-4 дня, которые сидели по-разному. Меня через сутки ровно отпустили. То, что я семейный и с детьми. Вот. Меня прямо ровно через сутки отпустили. Вот. Того парня тоже, женой, который из Москвы, которые они за рулем были, с ребенком. Их тоже так же с нами наравне отпустили, потому что у них ребенок. Вот. И все, нас отпустили. Багаж, не багаж, все отдали. Все, что было, все отдали. Вот. А чем там кормят? Кормят буррито. Вот. На завтрак сэндвичи какие-нибудь такие. Вот, да. Там овощи могут, там редьку дать, там с буррито, еще что-то там поставить. Вот. Ну, так нормально, не жалуемся. А какие вопросы задают обычно? У нас, мне там вопросов никаких не задавали. У меня просто спросили, поручитель есть. Я сказал, да, есть поручитель. Ну, имя, фамилию, адрес поручителя, там номер, все написал, дал им, все. Ну, и все, поехали потом. И сколько дней вы там пробыли? Мы, именно мы там сутки пробыли. Мы там, да, мы там сутки пробыли. И то, знаешь, они бы, наверное, меня, меня, может, и быстрее отпустили. Типа, но они очень ночью, очень поздно звонили, вот. Ночью очень поздно звонили, и мой поручитель, ну, спал, он не мог взять трубку. Он постоянно занятой, он в работе, ну, я его понимаю. Он говорит, мне шесть раз звонили ночью, говорит, я, говорит, этот, не мог ответить, спал, телефон на безучке был. Вот, перезванивая на этот номер, никто не отвечает, ну, там, типа, автоответчик или как-то там, что-то такое. Вот, я, говорю, уже все, нас выпустили. У нас уже телефоны дали, там, багаж, все. Нас в Сан-Диего на автобус посадили. Вот, и до гостиницы. Гостиницу, прям, когда отпускают с бордера, тебя сразу в гостиницу везут, чтобы по ЦРТС взять. Вот, у тебя там в тот же вечер людей по номерам расставляют, и все, и приходят, потом по ЦРТС берут. По ЦРТС берут, как только твой по ЦРТС будет готов на завшем, на послезавтра, через два дня. Все, тебе звонят, так, так, говорят, вы можете уже идти. И все, и ты освобождаешь номер, и едешь к поручителю. Вот, ну, и так же мне позвонили, сказали, так, так, я говорю, все, понятно. Я как раз вышел нам в Долос-Анджелес, недалеко было ехать. Вышли в Сан-Диего, зашли там, вот, поесть с семьей. Ну, вкормили хорошо в гостинице, четыре раза аж кормили нас, прям, хорошо. Вот, зубная паста, щетка, все-все дали, прям, полностью обеспечили. Я прям в шоке был, какой уровень здесь. И все, мы вышли с гостиницы, зашли поесть, вот, я семью оставил там, сказал, вот, короче, посидите. Ну, и сам уже пошел сим-карты покупать. Пошел, сим-карты купил себе, жене, чтобы там сим-карты уже сразу. Вот, сим-карту купил, пришел, вот, ну, и такси вызвали. Такси, правда, там везде, этот, по карте, ну, поговорили с официанткой, была там, где мы сидели, кушали. Она нам вызвала, мы ей наличку дали, она, этот, оплатила такси по карте. Ну, и все, мы поехали на вокзал, на станцию, тут станция, говорят. Вот, взяли билеты на автобусе до Лос-Анджелеса, и все, сели в автобус, приехали в Лос-Анджелес. Поручитель у меня в другом городе. Ну, и сразу мы, пока ехали в дороге, мы уже здесь же, в твоем районе, мы сняли гостиницу на неделю сразу, пока будем искать квартиру, там, знаешь, там, ну, сразу на неделю с запасом. Вот, да, здесь очень дорого, дорогие расценки очень. На неделю мы сняли где-то за 800 с чем-то долларов, 870 долларов, что нам обошлось на неделю снять гостиницу. Не гостиницу, даже отель, самый-самый дешевый нашли. Вот, ну и все, и так дальше начались уже первые шаги в Штатах. Я на завтрашний день сразу же поехал, пошел в Муик, у меня поручитель, молодец, очень сильно помогает мне. По сей день даже помогает, каждый день, знаешь, там, нет ни дня, чтобы я ему не обращался, даже перевести где-то что-то, куда-то захожу, допустим, переводчик нужен, позвоню ему там, вот, так-так. Ну, он очень сильно поддержал, дай бог, чтобы у всех были такие друзья. Вот, и все, он прям, мы приехали, заселились в гостиницу, ну, отель. На завтрашний день утром уже я вышел работать здесь, недалеко от твоей, так же недалеко от тебя, там же работал. Вот, все, в мувинге я работал, где-то недели три в мувинге поработал, ну, и уже как-то стабилизировался, уже квартиру снял, вот. Вот, и дальше уже другую работу нашел, вот, дальше уже сейчас работаю, уже освоился, более-менее, вот. Ну, вот, мы уже с тобой довольно долго об этом рассказываем, я надеюсь, нашим зрителям что-то из этого полезно извлекут. Вот, я вот хотел тебе последний вопрос задать. Проделывая весь этот путь, сделав вывод, какой бы ты вывод после этого сделал вообще, считаешь ли ты, что это стоит рисковать, приезжать, пытаясь попасть в Америку через Мексику или нет? Нормально, ну, как на твой взгляд? Стоит она того или нет? Это однозначно стоит, даже без той ситуации, которая у меня сложилась дома, вот, если бы я знал, каково здесь, честное слово, я бы даже, в 15 лет я бы, наверное, убежал с дома, я бы приехал сюда, наверное, честное слово. Вот, да, здесь очень большие возможности, очень-очень большие возможности, я сам просто в шоке. Другое отношение к людям, другой уровень жизни, вот, ну, все поражает, больше плюсов, чем минусов. Даже если есть минусы, эти плюсы, знаешь, все возмещают, вот. Ну, если кто-то хочет ехать, то сразу скажу, чтобы даже запланировал свой путь, свой маршрут так, чтобы у него, когда только он заезжает в США, да я бог, если он проедет, все, границу, все, чтобы у него было, как минимум, тысяч, семь, восемь тысяч долларов, семь, восемь тысяч долларов, как минимум, нужно у него, чтобы было. Да, потому что ты знаешь, как кого здесь квартиру снять, вот, ну, если человек один, если бы я был один, я не был бы семейным, честное слово, я бы, как приехал, я бы, наверное, арендовал бы какой-нибудь Prius себе и спал бы в Prius, наверное, вот, купил бы абонемент в спортзале где-нибудь, здесь, знаешь, недорогие абонементы, заходил бы сам и тренировался, и купался бы там, и сауны, и бассейны, все, и в залах. И все, и в машине бы спал здесь, здесь круглый год, лето, ну, не знаю, первое время, да я даже месяц-два мог бы там спокойно так же в машине жить, мне вообще пофиг, вот, а так как я семью, есть кто-то с семьей, то лучше, ну, семь-восемь тысяч, потому что неизвестно, он приедет, когда работу найдет, неизвестно, в каком он штате будет, неизвестно, до сколько он отель себе найдет. Вот, если у него кто-то будет лишь ждать его с семьей, скажет, давай приезжай там, вот квартира уже есть, да, ему деньги вообще особо много не нужны. Ну, а если, как я, допустим, вот, мой поручитель совсем в другом городе, я приехал здесь вообще, просто никого не знаю, ничего, вот. Ну, вот, если он так, то побольше денег берет. Ну, я надеюсь, что твоя жизнь сложится нормальным образом, вот. Первое время действительно всем сложно, но потом потихоньку, когда уже начинаешь сживаться, изучать язык, получаешь документы, уже будет легче. Ну, да, да, честно, да. Ну, здесь, как бы, трудности не так сильно ощущаются, знаешь, честное слово, здесь не так сильно трудности ощущаются, как, допустим, в других странах, вот. Вот, ну, здесь намного легче переносятся эти трудности. Главное, чтобы здесь ты работал, вот. Главное, чтобы, если человек здесь трудолюбивый, он здесь без работы и без денег никогда не останется, никогда. Вот. Вот это я здесь понял очень. И здесь любят трудолюбивых людей, здесь реально любят, очень уважительно, хорошо относятся к ним. И здесь, если ты работаешь, пашешь хорошо, стараешься, здесь это замечают. Вот, вот здесь реально это замечают. Вот. Ну что, спасибо за интервью. Да, не за что. Не за что. Если вам понравился этот формат, пишите комментарии, ставьте ваши лайки и не забывайте подписываться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok